Уважаемые жители города Буя и Буйского муниципального района, сегодняшнее мое обращение связано с большим количеством фактов противоправных действий в отношении престарелых граждан, в том числе и мошенничеств, которые произошли за истекшую неделю на территории города Буя и Буйского муниципального района. Остановлюсь на такой схеме мошенничества, как продажа или покупка имущества или недвижимости через сайт в интернете. Жертвой мошенничества данной схемы стали у нас два гражданина города Буя. Схема мошенничества заключается в следующем. Житель города Буя размещает объявление на сайте Авито, либо на других сайтах купить или продать, объявление о том, что продается дом. В данном случае у нас был дом в городе Буя и дом в Буйском муниципальном районе. Сразу же, спустя некоторое время, непродолжительное время, осуществляется звонок продавцу дома с предложением купить данный дом. Но стоит заметить, что данный дом не ходил, никто не смотрел, и какой дом подлежит продаже, никто не знает. Сразу по телефону спрашивают номера банковской карты о том, чтобы перевести задаток денежных средств, то есть якобы аванс. Покупатели очень активно на это реагируют и называют номера банковской карты и свои персональные данные, куда необходимо перевести аванс, определенную денежную сумму. Стоит заметить, что на данной банковской карте денежных средств не было, потому что у мошенников сейчас новый способ мошенничества. Это через Бербанк онлайн они узнают те сберегательные карты, просто банковские карты, которые привязаны к данному номеру телефона, и переводят денежные средства с их же банковской карты или с кредитной карты на банковскую карту, которую назвал продавец данного дома. То есть продавец имущества, он даже не догадывается о том, что денежные средства ему переводят на названную им банковскую карту именно его денежные средства. После чего мошенник предлагает купить у него этот дом, якобы аванс уже переведен, и предлагает сделать несколько манипуляций данными денежными средствами. Предлагает вернуть определенную сумму из этого аванса, то есть ему на телефон покупатель данного дома очень действует быстро, потому что не дает человеку опомниться, понять, что происходит. И когда он его в конец запутывает, и продавец дома не понимает о том, что денежные средства это происходит, крутятся те, которые были у него на другом лицевом счете, и в конце мошенник предлагает данную денежную сумму перевести на два мобильных телефона, что якобы впоследствии мы вам опять вернем только уже с двух мобильных телефонов, так как нам необходима распечатка чеков, что якобы мы вам аванс уже перевели. Соответственно, продавец дома раскидывает данную сумму на два номера телефона, и впоследствии данные мобильные телефоны становятся недоступны. То есть в данном случае схема мошенничества стала намного сложнее. Если раньше мы вам говорили, чтобы вы не называли банковскую карту, на которой находятся денежные средства, то теперь мошенники стали хитрее. Они узнают через Бирбанк Онлайн те банковские карты, которые привязаны к вашему номеру телефона или к вашим персональным данным, и уже манипулируют теми денежными средствами, которые находятся у вас на других счетах или картах. А вы об этом даже не подозреваете, и думаете, что вам аванс переводят, это как за покупку или продажу того или иного имущества. Поэтому, уважаемые жители города Буя, не будьте такими невнимательными. Вы поймите, что дом или там какое-то другое имущество, аванс за покупку того или иного имущества без предварительного просмотра, это осуществляется крайне редко. Тем более то имущество, которое было выставлено вот под данным фактом, которые были на прошлой неделе на территории города Буя, обязательно подлежит оценке и осмотру, после чего уже необходимо договариваться с покупателем имущества. Вторая схема – мошенничество. В многоквартирных домах по квартирам очень часто ходят граждане цыганской национальности, русские, мужчины, женщины, молодые, в возрасте и предлагают купить то или иное имущество. На прошлой неделе у нас ходили по квартирам и предлагали купить сапоги, аппараты медицинского назначения для улучшения здоровья. И жертвой мошенничества в таком случае стала престарелая гражданка города Буя, которая впустила себе в квартиру женщину, и та рекламировала ей продажу сапог, а также препаратов медицинского назначения. Когда бабушке понравилась покупка, она одобрила, стоимость одобрила, она сходила в другую комнату за деньгами, пришла, разложила денежки и начала рассчитываться с этой женщиной. При этом разложила всю денежную сумму, которая у нее была накоплена раньше. Соответственно, мошенница, которая была уже в квартире, она посмотрела, какая сумма денег имеется у данного гражданина в квартире. И пока та же бабуля отвлекалась во время продажи, покупки, соответственно, денежную сумму, часть денежной суммы, она забрала себе без ведома хозяйки квартиры. Та уже поняла и осознала, что у нее украли денежные средства, когда та покинула квартиру данной гражданки. Поэтому, уважаемые граждане города Буя, престарелые, молодые, не пускайте никого к себе в квартиру, будьте бдительными. Вы поймите, что если в квартиру принесли тот или иной товар, то данный товар можно значительно дешевле, купить в магазинах или в других специализированных сайтах, где вы не будете переплачивать. И самое главное, вы не станете жертвами мошенников.